Жалгар Жумагулов, Жако, лидер команды Arlan MMA Pro Team, клуб Еркон Кош, будет драться в третьем своем поединке на UFC. А держит победу, будет скорее всего дальше двигаться в Ultimate Fighting Championship. Ну а если потерпит поражение, кто его знает, что будет. Дамир Исмагулов проведет свой четвертый поединок в UFC. Я надеюсь, он одержит победу, очень надеюсь на это, друзья мои. Ну а Гойти Дазаев будет биться за чемпионский пояс AMC уже 10 апреля. Ну а после этого сразу же подаст заявку на мэры города Москвы. Прежде чем мы приступим к этому выпуску, друзья, прошу вас подписаться на наш YouTube канал, если вы еще не подписаны. Нажать на колокольчик, а также оставить какой-либо комментарий в конце этого видеоролика. Ну и конечно же поставить лайк. С вами Сула, салам алейкум, мы начинаем! ТВ-ком представляет! Премьеры кино и сериалов, лучшие детские и познавательные телеканалы, весь мировой спорт и эксклюзивный UFC-TV. Прямые трансляции турниров, архивы ярких боев, аналитические программы, интервью, обзоры и реалити-шоу на одном канале в высоком качестве и с отличным переводом. Только в сети TV.com. Ищите на ваших смарт-TV Samsung, LG, Android TV и на смартфонах Android в Google Play. Также есть приложение для iOS, которое вы сможете скачать в своем App Store. Более подробно об этом всем с колл-центрами, адресами и ссылками вы сможете ознакомиться в описании под этим видео. Итак, друзья, начнем с Жалгаса Жумагулова. Сразу же хочу подчеркнуть, не подчеркнуть, а напомнить, по большому счету, друзья, что Жалгас Жумагулов будет проводить свой третий поединок в рамках UFC. Это во-первых. Во-вторых, два предыдущих поединка он проиграл. И это третья схватка, как у него написано в его официальной инстаграм-страничке. Давайте обратимся к ней. Официально 11 июля на UFC 264 в Абу-Даби состоится поединок, где я выйду против Джереми Ривери. А я тем временем прохожу сборы в США American Top Team. Это официальная информация со странички Instagram Жалгаса Жумагулова. Сейчас он, я думаю, ни для кого не секрет, находится и проходит свои сборы в Соединенных Штатах Америки в American Top Team. И я очень рад, что он там проходит свои сборы, потому что, наконец-таки, он туда выдвинулся. Это во-первых. У него были проблемы с получением визы, но, слава богу, он ее получил. И, скорее всего, надо было вообще, в принципе, первый дебютный поединок свой в UFC начинать, наверное, со сборов США. Но, как получилось, так получилось. Мы в любом случае ждем 11 июля и болеем за нашего Жакуа. Эта победа ему нужна просто как воздух. Ближе к этой дате мы, конечно же, разберем этого соперника, полностью посмотрим его плюсы и минусы. Возможно, я свяжусь еще и с Айбек Агаем, Айбеком Шакпутовым, который является главой клуба Еркон Кош. И узнаю его мнение по поводу соперника, узнаю о тактике и стратегии на этот поединок, если, конечно же, Агай с нами поделится. Ну, а теперь новость номер 2. Вторая новость также взята с официальной странички Instagram, но уже Дамира Исмагулова. Как вы помните, Дамир Исмагулов любитель поиграть в салки, в прятки, в догонялки и еще и в футбол, друзья. И вот на одной из игре в футбол он растянул себе какую-то парвал, какую-то себе там мышцу и т.д. И после этого его поединок с Майкл Джонсоном обломился. А хотя мог, вполне вероятно, я так подозреваю, выйти против этого именитого бойца и сто пудов он бы его раскатал. Но так уж получилось и у него практически год целый ушел на восстановление его травмы, его ноги, связок и 5-20, друзья. И теперь, наконец-таки, наконец-таки, Дамир во всеоружии, я надеюсь, выступит на UFC 262. Давайте обратимся к его официальной страничке, где он пишет. 15 мая возвращаемся на UFC 262. Соперником будет спортсмен из Бразилии, Рафаэль Алвес. Готовимся на Америку. То есть вот такая вот информация, друзья. Сразу же, понятно дело, что это бразилец, понятно дело, что у него просто шикарный, скорее всего, грэплинг и все в этом роде. Но сразу же вам скажу, что Дамир таких бойцов вообще абсолютно не боится. Посмотрите его поединки на М1 Global, как он с такими ребятами расправлялся, то есть два счета. Но это все-таки UFC. И тут простых, каких-то таких, знаете, обычных соперников не бывает однозначно. Если UFC выставляет против Дамира Исмогулова, такого серьезного чувака, как Рафаэль Алвес, это означает, что мы увидим очень серьезную и хорошую битву. Уже ближе к 15 января, друзья, я, естественно, сделаю отдельный выпуск. Мы разберем Рафаэль Алвеса, хороший боец, сразу же хочу подчеркнуть. И посмотрим шансы все за и против. Но, естественно, мы в любом случае будем болеть за нашего Дамира Исмогулова, который, кстати говоря, из команды DART Team Pro, друзья. То есть мы ждем. Ну а теперь новость номер 3. Ну и 10 апреля, которое состоится совсем скоро, друзья. На AMC наш боец из команды Arlan MMA Pro Team клуб Еркон Кыш Гойти Дазаев будет биться с Дмитрием Бикревым за чемпионский пояс AMC, друзья. И это очень-очень серьезно. То есть это вот прям то событие, которое нас ожидает совсем в ближайшее время. То есть 10 апреля, друзья, посмотрите, тут 10 дней осталось. Но в чем прикол, друзья? У Гойти Дазаева впервые в его карьере, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, если я ошибаюсь, все-таки поправьте меня в комментариях, выдается вот именно такой шанс на таком серьезном российском промоушене и биться за чемпионский пояс. В принципе, у него карьера складывается, вы сами знаете как. Небольшие есть падения, но также есть и хорошие взлеты. Своего рода синусоида. Но я все-таки рассчитываю, что это будет сейчас вот прям луч, который прям вперед-вперед и наверх будет бить. И за Гойти Дазаева мы будем болеть по-любому очень сильно. Дмитрий Бекарев очень серьезный соперник. Уже, наверное, за дня три, ближе к седьмому, к восьмому числу апреля мы сделаем отдельный выпуск непосредственно по этой схватке. Разберем соперника, посмотрим, что он из себя представляет, какие есть плюсы и какие минусы. Я обязательно свяжусь с тренером Гойти Дазаева. Это у нас, конечно же, Айбек Агай, Айбек Шакбутов. Узнаю его мнение по этой схватке. Возможно, будет небольшое интервью. Так что я думаю, что будет хороший материал. И мы надеемся, что Гойти Дазаев одержит победу. Потому что следующая его остановка, так скажем, ближайшая, это, конечно, мэр. Мэр, он должен быть мэром города Москвы. Только представьте себе, друзья. Прилетаете вы в Москву, да, подвигаться, отдохнуть, полечиться, посмотреть, по Красной площади погулять. А мэр в этом городе Гойти Дазаев. И я уверен, у Гойти это получится. Также, друзья, 20 марта, вот, да, более чем, ну, несколько дней назад, там, более 10 дней назад, получается, прошел первый дебютный турнир казахстанского промоушена Туран Орда Эфси. Я уже говорил об этом промоушене. Я брал уже интервью перед этим турниром у организаторов этого промоушена. Вот, вот здесь вот будет ссылочка. Обязательно зайдите на, по этой ссылке посмотрите интервью у ребят. Также сегодня, сейчас вы услышите интервью по окончанию этого турнира, как он прошел и, конечно же, какие их дальнейшие планы. Так, бой, бәрі, тасур ишне бүтті. Депутанты көп олды, өзіміздім балалартысынатык жасалаларда. 5-3, 5-7 даяғашкертв, аллағашкертв, жасы өтті. Бәрің көңілінің шықты дегуны олайайым. Өзіміздім көңілдің шықты жасалаларасыресе депутанттар дағыласын. Началала. Ифтейді төр жаратын балалар. Мы проведем эту промоушенную работу, но в карантин сервисе мы сошли в карантин. Сейчас у нас есть родители. У нас есть Альшин Бай, Альшин Бай. У нас есть профессионалы. У нас есть профессионалы. У меня очень большой камень forу. У нас есть профессионалы, надежности, на международные операции. Надо Soumy conseguить обрушение, Мене нахшага улайым, иншаллах жақсы оттуда турнирмыз, өзімізге хаттына да, дағаласы ендігі турнирді, оданда егесе мұқты карт қойып, шетелден мұқтыларын шақырып. План сол, дағаласын шақырып. Оразада кейіп. План Шардараның бойында, пляжда, пляжда. Сияқты өтіздіктер, иншаллах. Ағаларымыз аман болсын, өтіземіз. Атсалысқан достарымыз, бауырларымыз, ағалар аз болсын өксілерге. Оларда үшкін еқтамай. Вайында бірге, бірде. Азанған жүреміз алт жетегейден. Науға көтпесін, науға көтпесін. Бұрын өлейіндіңдіңыз барамыз түрнерді көремізді. Еріңда оңай еген кетеміз. Бақытын өткенің ембәр, түсіндік ғуын не еген, менің не еген, кім қалай. Енді көп қателіктері болды. Көп қателіктері болды. Көп камерадан, фарматтан қатай көп. первых турнир халк тюснурглер вторых турнир ултателек бэнтурлаймыз бойымыз асага жиду алаш прайдта данияр деген агамыз оқысынан келесимыз бар мықты байестер чығарамыз мұрат ағайдан оғдан оқсы арқырай аса юси бел атыр келесимыз бар арамызда бізде задача мұқты байестер чығару төрт ағай төртпөйдеріміз ой төртпөйді кім ұтат оған қойс қойамыз деген қойс қойамыз даға баса қойс тұтқан адам данияр қасқарауаппен арғай бекшіндарға басаға көреміз асаға найза көреміз найза шетелерінгілдерін көрежтамыз задача сол бізде енді біз бұл бір турнирді бергеніміз бұл турнирді бастанмасақты болар бірақ бізде промоушін жоқ бұндай чемгенде байестер келеді мен өзім келеді ек жыл болды бұл сферіға ағайдың қасын өжіргені ек жыл болды ағайдың көрдім білдім барады көрдім білдім барады то карт толққалады то байестер толққалады өшін болмай жүрді бізді бізді көп балыңная балар боға қ жатысталмайдың қатсталмағы құстап өкèce құстап өлтәрі брін Успал, вы не сможете заниматься задачами? Да. Если вы занимаетесь в 8-м году, в 2-3-м году, то это не будет результат. Но это не будет результат. Негативный метод, в 10-м году, в 10-м году, в 10-м году, в 10-м году, Я знаю, что, в 10-м году, в 10-м году, в 10-м году, я не могу. Я знаю, что там, Это было, в 12-м году, в 14-м году. Мы получаем, мы получаем, мы получаем в 25-м году, у нас есть много лет, и мы получаем, и мы получаем. и это теперь мы очень но это и это и это и и и мы Нет, я не могу делать промоузы. В целях, аркады, логике. 100,000, 1000, 10 따�та на 2 месяц, которая логика обозрала, я уже закрепляла. До новых карт, мои стареи. Задача, если твои родители есть время, они отелями, мы отеляли. Второй турнир, Шардара, Көлінде, пляжын жағасында. Керемет-өттті олейм, ағаларымыз атысалысуатыр, дайындалуатыр көзден. Со турнирды енді жақсы болады сол турнирмыз. Илкейен турнир олысо. Ораза дайын кейін? Ораза дайын кейін. Дағыласа. 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 Ораза дайын кешкене балаларға дайындыққа уақыт береміз. Ар-арай турнир. Их шаптама или көремте, біздің жақсы болады. Бұл аллах. Рақмету сақсы болады. Ну а также, друзья, небольшая новость. Я думаю, это будет день среда. То есть, завтра я начинаю прямые эфиры. И, скорее всего, они будут у нас проходить в один из часов вечера. То есть, прямой эфир на нашбоец.кз, где вы можете зайти и задать свои вопросы. Я буду с вами общаться, возможно, будет какой-нибудь гость. Но в завтрашнем выпуске не будет гостя. Но есть одна большая хорошая тема, о которой я с вами хотел поговорить. Это, конечно, Жалгаз Жумагулов. Что с ним? Почему два поражения? Это во-первых. Сергей Морозов. Если уже достигнут ли предел. И, конечно же, Арман Успанов. Будет ли он драться в UFC? И есть ли смысл этому человеку драться на UFC? Опять же, это будет завтра прямой эфир в 11 часов вечера ночи, извиняюсь, на нашем YouTube-канале. Так что обязательно, если не подписались, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. Я думаю, будет интересная тема. Буду ждать вас, буду отвечать на ваши вопросы. Ну и, конечно же, делиться с вами своим, исключительно своим, субъективным мышлением и размышлениями на эти темы, друзья. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Арифидерчи! ТВ-ком представляет! Премьеры кино и сериалов, лучшие детские и познавательные телеканалы, весь мировой спорт и эксклюзивный UFC-TV, прямые трансляции турниров, архивы ярких боев, аналитические программы, интервью, обзоры и реалити-шоу на одном канале в высоком качестве и с отличным переводом. Только в сети TV.com. Ищите на ваших Smart TV Samsung, LG, Android TV и на смартфонах Android в Google Play. Также есть приложение для iOS, которое вы сможете скачать в своем App Store. Более подробно об этом всем с колл-центрами, адресами и ссылками вы сможете ознакомиться в описании под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok